всем привет и меня зовут лёха это бородатый выпуск бородатое пиво вернее не бородатый выпуск хотя вывоз тоже бородатый это выпуск новогодний хотя мне кажется что не совсем новогодний давайте это исправим ну теперь-то гораздо лучше на голове колпак на теле рождественский свитер на столе рождественское пиво и мало того у меня даже рождественский бокал у меня бокал привезенный из мюнхена в 2014 году с рождественской ярмарки в 2014 году когда все еще было не так плохо но не будем об этом давайте лучше про пиво дело в том что я сходил в магазин и в магазине попытался найти какое-то пиво бельгийское рождественское которое только только привезли или ребята соответственно наварили но к сожалению ассортимент немножко оскуднел и был можно найти только делириум до корсиндонг но оба этих пива я уже пил и делал про них обзор и уже вам рассказывал вот поэтому зачем повторяться но зато я нашел друг других пивоваров я нашел новое поколение опять же пивоваров из бельгии ребята начали варить свое пиво аж только в 2012 году у них вот такой вот классный котейка на логотипе пивоварня называется д пояс и это специальное бельгийское пиво предлагаю долго не думать а сразу открывать итак давайте нальем вообще видно что пиво очень газированная или газированная потому что пенка прям да и боже очень быстро начинает набираться я не успеваю даже налить просто так пиво по запаху очень хмельно сейчас попробую сквозь пенку дойти до пива очень необычно это я бы сказал что по стилю это стронг эль однозначно то есть если он сколько тут 6 градусов такой легкий стронг эль может быть даже чем-то похож на блонд но такой чувствуется больше горечь чем в обычном то есть не стронг эль такого нету не в блонде блонд вообще обычно такой плоский здесь чувствуется именно там вот хмель сильно хмельно одну секунду кошка давайте за кошку очень необычное пиво я прочитал я зашел к ним на сайт прочитал про них вот и ребята и один основатель он начал в 2012 году варить пиво причем начал варить на контрактные пивоварни потом естественно купил свою но на контракте все равно тоже варит у них не так много пив у них прошу прощения у них там всего штук пять или шесть бутылок ну именно сортов которые они делают но у них есть отличительная особенность все пиво которые они делают они его делают из ингредиентов которые производятся только в бельгии то есть у них есть такая классная вот тут вот бирочка написано бельгиша хоп и ну бельгин хоп то есть это хмель который вырос в бельгии который был полностью произведен в бельгии и вот они из него варят с солодом абсолютно то же самое то есть у них солод только то что только то что тоже выращивается ну вот такие вот забавные вещи причем ну сто процентов они используют бельгийские дрожжи потому что ну бельгийские дрожжи и так знаменит на весь мир так что если будете в магазинах обязательно советую зайти обязательно советую посмотреть хотя безусловно безусловно если встретите какое-то рождественское пиво или какое-то новое специальное берите не задумываясь потому что ребят ну в принципе культура вот всей бельгии в том что сварить именно какое-то специальное пиво к рождеству чтобы его перед рождеством накатить вот а наш год подходит постепенно к концу поэтому видео когда вы будете уже смотреть будет 31 декабря уже будет суматоха но я все равно надеюсь что вы уделите время просмотру этого видео тем более что если вы заметили в этом году видео выходило мне кажется из самого большого количества стран то есть были постоянные тревел выпуски были какие-то разнообразные новинки мы не пытались не повторяться ни по каким локациям наша съемочная группа трудится изо всех сил так что обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки сообщайте своим друзьям и пишите комментарии а вам всем я желаю хорошего нового года чтобы он точно не был похож на 22 год пусть 22 год остается в 22 году а 23 нужен совершенно другой совершенно новый совершенно отличный всех с новым годом и всем хорошего пива очень вкусно пока 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 я